сегодня мы с вами разговариваем о романе шоша это собственно говоря очередной текст башевиса значит это очередной роман башевиса потому что шоша поздний роман еще расскажем а точнее его еврейская версия до недавнего времени в общем была совершенно забытой она спокойно себе почила в архивах газеты forward чтобы я только что закончила перевод романа даже я скажу вам я еще не до конца еще не я не доперевела эпилог он очень похож на английскую версию чтобы достать этот текст для перевода пришлось копии с микрофильмов которые хранятся в иерусалимской библиотеке не сразу эти эти микрофильмы неохотно их выдают но в общем то текст достаточно труднодоступный роман был опубликован в газете forwards в 1974 году соответственно зингеру тогда было уже 70 лет через четыре года выходит роман в версии по-английски уже естественно в нижней версии как вы наверное знаете именно в этом году в 78 году зингер получает нобелевскую премию перевод был осуществлен его племянником джозефом ну или иосефом зингером часть из глав зингер сам диктовал своей жене альме и что-то он диктовал своей секретарше дворок наши если вы хотите просто на досуге посмотреть есть небольшой фильм о зингере и там как раз в общем запечатлена сцена секретарю диктует прямо с газетных страниц газетных полос с форвардса на месте переводит свой свой собственный текст на английский язык и обсуждает с секретарем там возможные варианты перевода проходит всего 8 лет после публикации врагов на едише она произошла я вам напомню 66 году соответственно четыре года после публикации английской версии врагов два всего 72 видим что башевис уже достаточно серьезно поменял свое отношение к американскому читателю мы видим определенную эволюцию его переводческих стратегиях мы видим что собственно говоря меняется его отношение к представлению своих собственных текстов американскому читателю и меняется отношение его собственное к самому себе как литератору во первых башевис но это мы знаем и по другим признакам скажем так не только филологическим он утверждается в своей славе и по всей видимости происходит некоторое сознание своего вот англоязычного корпуса как такого диаспорального иммигрантского диаспорального иммигрантского в этом смысле конечно интересно сравнить отношение зингера отношение башевиса к читателю в этих двух романов которые мы обсуждали в прошлый раз и которые мы более подробно обсудим сегодня как выявляет опять-таки повторю филологический анализ вот это филологическое сравнение этих текстов подход к переводу оказывается различным стратегии перевода оказывается существенно отличаются но прежде чем говорить собственно говоря о тексте давайте поговорим о контексте создания романа значит известно что в в своих газетных экспериментах башевис использовал разные маски но он использовал три псевдонима сигал отвечал за этот псевдоним отвечал за бульварную литературу бульварщину как мы найдешь и бы архитрисовали этот вид литературы словом шунг варшавский второе вторая маска зингера писал такую средненькую прозу и публицистику ну а собственно говоря имя башевис оно было зарезервировано для серьезной литературы ну то есть в котором зингер требовал серьезного отношения с помощью вот этого раздвоения личности с помощью вот этих вот псевдонимов варшавский и сигал башевис мог оберегать свое собственное серьезное настоящее творчество кстати текст башевиса и его разных двойников скажем так до сих пор его тексты периодически где то где то вдруг находятся то есть мы не можем говорить о том что мы сейчас располагаем полным корпусом собраний сочинений башевиса это в общем была бы непростая задача опубликовать собрание сочинений может быть даже невозможная задача подобно тому как например невозможно было бы опубликовать собрание сочинений борхеса который тоже много писал для газет и эта задача тоже была бы выглядела бы странно так вот где то примерно в 1960-х годах как раз одновременно с публикацией романа враги мы замечаем что башевиса пропадает необходимость использовать разные псевдонимы они постепенно утрачиваются потому что вероятно это происходит потому что благодаря переводам и растущей популярности башевиса его американские читатели и его американские издатели уже заведомо вырабатывает такое благосклонное отношение к текстам которые выходят под маркой Исаак Башевис Зингер то есть появляется еще один двойник башевиса вот этот вот англоязычный Исаак Башевис Зингер вместе с известностью приходит вот то что для нас важно в данном случае приходит уверенность в своей публике и теперь автор уже в общем то не подстраивается под читателя или под мнимого читателя как он себя для себя его моделирует а уже читатель наоборот должен соответствовать автору а то есть соответствовать его культурной компетенции и его заинтересованности в еврейской культуре то есть Зингеры читают люди которые уже ждут у них есть сформированы как бы определенные читательские ожидания и тут интересно как раз сравнить отношения к некоторым аспектам перевода в романе враги и в романе Шоша именно например в романе враги мы по-моему может быть говорили об этом в прошлый раз и на первой лекции тоже об этом говорили мы замечаем что конкретные ритуалы еврейские именно просто конкретные названия исчезают и превращаются в такое аморфное общее соблюдение ритуалов соблюдение обрядов там и так далее и так далее во время как то что еврейское остается в тексте романа враги в английском я имею в англоязычном тексте то что носит на себе как бы вот эту вот функцию технической принадлежности еврейскую это оказывается как-то ни странно меню еврейской трапезы которые приводятся во всех подробностях естественно как в еврейских версиях так и в английских версиях то есть не трудно не трудно проследить что собственно еврейское меню берет на себя вот эту вот функцию этнического идентификатора если хотите в частности естественно и праздничная еда и тут то есть это в общем единственное еврейское что остается в тексте и тут мне просто хочется привести параллель из из своих собственных наблюдений в так скажем в поле в еврейском поле а именно в ходе экспедиции на Украину в частности там район в подоле в основном в тучине в ашпале в вершиде говоря о еврейской свадьбе я заметила что когда описывают свадебный ритуал в советское время часто говорят естественно об утрате собственно говоря самой важной составляющей еврейского свадебного ритуала именно хупы так вот вот это вот идентификация да вот эта еврейской свадьбы она переносится на свадебный банкет и на свадебное меню и когда спрашиваешь у информантов собственно говоря а что обеспечивало еврейскость вот этой свадьбы что ее отличало там от свадеб соседей то очень часто указывают именно именно еду говорят о том что там лудн штрудель давали в пакетиках с собой гостям и так далее и так далее ну то есть там дальше следует такое красочное описание так вот мы видим что таким удивительным образом в тексте врагов собственно говоря в качестве наименований еврейского остается трапеза в то время как ритуальная часть уходит да сходит на нет подобной редукции еврейскости в шоше мы уже не найдем а именно в шоше вам не встретятся слова вроде там купальна для ритуальных омовений или еще какие-либо пояснения а в шоше если уж сказано миква то это миква если сказано кедуш то это кедуш больше никаких объяснений еврейских реалий читателю Зингер не предоставляет он не бережет своего читателя не уберегает его от каких-либо этнографических описаний слишком специфических скажем так экзотических элементов этнографические описания практически полностью остаются все красочные описания крахмальной улицы в Варшаве еврейской улицы в Варшаве в общем на английский язык переводится критика критика не всегда благожелательно относилась к такой этнографичности особенно уже поздних текстов Зингера то есть текстов которые создаются тогда когда Зингер осмеливается на эту этнографичность например русскоязычный критик Анатолий Найман когда он пишет о папином домашнем суде то есть текст который на на едише называется майн татт майн татт майн татт называет этот этот текст занудный и клишированный этнографической книгой он пишет о том что в общем-то таких книг уже он видел немало и у него возникло ощущение что у этой книги как будто была тайная цель ни в коем случае не отличаться от других подобных аналогов и эта книга повторяет все тот же набор весь необходимый словарь подобных книг а именно «Рожебороды евреи», «Еврейка в парике», «Пейсы», «Хупа», «Талос», «Капота», «Бармитс», «Тора» и так далее я видела например в интернете отзывы на английский перевод то есть не на английский извините на перевод на русский язык еврейской версии врагов и также читатель высказывался говорил о том что по сравнению с английским аналогом роман кажется скучным в его еврейской версии это все в общем в какой-то степени связано вот с этой вот с этим изобилием графическим конечно это излишне это графично но однако теперь мы видим что в шоу шабашевис уже не боится напугать своего читателя вот этой этнографической экзотикой а наоборот решает в общем его воспитать и дать ему представление о вот этой вот недавней еврейской жизни Восточной Европы он выкидывает как мы видим немного пассажей этнографических пассажей но все-таки некоторые из них он выкидывает и тут конечно интересно посмотреть какие например он выкидывает небольшой совсем буквально две строчки когда одна из любовниц Арна Грейдингера актриса то есть Арна Грейдингера основного главного героя романа наратора который имеет автобиографические черты так вот одна из его любовниц актриса Бетти Слоним приехавшая из Америки американская еврейка для которой этот Аарон написал неудачную пьесу после такого провала на репетиции Бетти жалуется ему на свою жизнь и они идут вместе в ресторан и Бетти заказывает свиную отбивную и кофе со сливками ну чтобы уж наверняка что называется нарушить все возможные запреты и при этом она победоносно подмигивает главному герою говоря ему что это была то есть показывая ему что это была такая ее месть владыки мира это естественно абсолютно реальная ситуация я даже знаю людей которые собственно поступали похожим образом в своей жизни но наверное действительно для внешнего читателя смысл этой акции был бы не столь ясен и скажем так яркость и специфика этой мести сила этой мести наверное осталась бы неоцененной внешним читателем поэтому Зингер вот например такую деталь он выкидывает но описание это графически остаются в прошлый раз мы говорили что для объяснения некоторых реалий Башевис использует во врагах не еврейских персонажей в шоше ситуация совсем иная никаких объяснений мы не найдем да и мало того в общем то еврейских персонажей в романе оказывается довольно мало шоше это роман реконструирующий еврейское пространство восточной европы накануне второй мировой войны и в этом смысле Башевис изображая быт нравы крахмальной улице и как принято говорить на крахмальной улице тех улиц то есть районов где уже живет еврейская ассимилированная интеллигенция он изображая вот этот мир еврейской Варшавы он в общем то идет след за разработками классической литературы на идише а именно он пользуется созданным ей образом штетла в частности для которого характерно в еврейском литературном штетле практически не наблюдается нееврейское присутствие это нееврейское присутствие оно может быть сугубо функциональным разве что нежели как то литературно нагруженным в общем в шоше мы наблюдаем если не полностью следование этому классическому образу штетла то мы наблюдаем на самом деле схожую тенденцию штетл башевис это вот эта крахмальная улица как говорил сам башевис писателю нужен адрес говорит это со ссылкой на достоевского в частности говорит что достоевского это района петербурга улица петербурга на которых он любит описывать и всегда туда возвращается башевис говорит что он едет на дрожках по манхэттену и думает что он находится на крахмальной улице несмотря на то что он прекрасно помнит и бедность и воровской мир и и все что окружало значит это будет крахмальный все равно для него это центр вселенной так вот этот вот его штетл центр вселенной он оказывается в общем ну практически лишенным нееврейского присутствия там есть конечно особенно кстати в версии на идише потому что в английской версии несколько более разработанным оказывается образ циклы прислуги нееврейской которую арон грейдингер встречает там на одной из квартир которые он снимает главный герой в еврейской версии кстати не только этот образ оказывается редуцированным но и эта девушка предстает под другим именем ее зовут в еврейской версии ее зовут Сташа вообще известно что Зингер любил любил переименовывать своих героев при переводе то есть это не единственный ни в коем случае случай в семье мускат происходят точно такие же переименований ну и вот Шоши тоже их довольно много и так значит Шоши представляет нам и в английском и в еврейском тексте еврейскую Варшаву бедную и богатую с коренным населением и с приезжими а именно таким ярким персонажем Шоши является приезжий американский еврей Сэм Дреймон там живут малообразованные люди интеллектуалы богема и в общем все все они евреи и в этом смысле конечно большевист продолжает вот традиции еврейской литературы на идише вообще однако все таки для знакомства с этим миром еврейской Варшавы нам необходим некоторый проводник нам в смысле внешнему читателю необходим некоторый проводник и этим проводником оказывается сам наратор то есть вот этот вот псевдоавтобиографический наратор писатель молодой писатель Аарон Грейдингер роман написан практически в жанре автобиографии и здесь нужно сделать просто некоторые общее наблюдение о том что для литературы диаспорального типа для диаспоральной литературы постепенно сейчас этот концепт все более и более принимает какие-то такие научные формы все лучше выкристаллизовывается постепенно в такой научной литературе анализирующей соответственно вот это вот явление диаспоральной литературы так вот для диаспоральной литературы литературы диаспорального типа вообще характерен вот этот вот псевдоавтобиографический наратор он внушает доверие читателю он является носителем такой ностальгии по исторической родине такой литературный через него можно изобразить литературную тоску да утраченному миру башевис это не первый его псевдоавтобиографический текст шоша не первый такого рода текст но он к автобиографическому наратору приходит довольно поздно а именно примерно тоже вот в 1960-х годах когда по всей видимости ну как мне кажется когда у него в общем примерно он начинает осмыслять вот как раз этот концепт собственно говоря диаспоральной литературы и понимает что его тексты может быть даже хотя бы интуитивно позиционирует их именно как такие вот диаспоральные так вот в 1960-м году выходит в свет рассказ башевиса который называется один который также имеет и это пожалуй один из первых рассказов который имеет вот такие вот серьезные автобиографические черты и естественно повествование идет от первого лица биография этого человека весьма похожа на биографию Исаака Башевиса Зингера как американская критика реагирует на публикацию на новый роман значит реакция следует буквально сразу же то есть в 1978 году в Нью-Йорк в Нью-Йорк Таймс печатается рецензия на шошу американская критика воспринимает этот журнал весьма этот роман извините весьма неоднозначно значит с одной стороны рецензент отмечает разнообразие характеров очаровательного противоречивого противоречивого фигуру доктора Морриса Файтлзона который мы сегодня подробнее весьма подробнее поговорим разных любовниц дам главного героя то есть это такая палитра разных типов проходит перед глазами читателя и рецензент ее замечает конечно же отмечает здесь и я просто вам вам напомню если может быть все читали роман я не знаю насколько вы я даже не могу вас в общем вас как-то спросить насколько вы помните сам текст я просто быстро скажу что из из действительно эти типы весьма разнообразные то есть любовница главного героя оказывается весьма разными персонажами это с одной стороны Дора штольниц в английской версии в еврейской версии она будет штольниц коммунистка которая собирается уехать в сталинскую Россию это фанатичная фанатичная с другой стороны это актриса приехавшая из Америки Бетти Слоним которая потом пытается увести Аарона Грейдингера с собой вместе в Америку и в общем наконец та самая Шоша невыросшая девочка которую Аарон Грейдингер был знаком с детства и потом потерял ее на 20 лет и снова обретает ее в ходе развития романа критик американский также положительно отмечает выбранный локус а именно еврейскую Варшаву 30-х годов однако он говорит что у Зингера не получается преобразить жизнь Штеттла в серьезную литературную тему то есть она не становится предметом серьезного искусства он говорит что ему не хватает остроумия Шолома Лейхома и силы экспрессивности Бабеля что касается портрета еврейского сообщества начала накануне катастрофы накануне Второй мировой войны то также критику больше нравится изображение Арна Аппельфельда израильского писателя нежели чем Башевиса статья критическая называется секс Тора революция рецензия называется именно так это первая реакция на роман это пассаж который то есть это цитата на самом деле из самого романа доктор Морис Файтлзон друг философ друг главного героя писателя арена грейдингера в какой-то момент говорит ему когда значит арену нужно написать пьесу Файтлзон советует ему каким образом нужно это сделать и говорит ему не жалей сало нынешние евреи любят смесь трех вещей как он говорит проституции ссоры и революции ну и собственно говоря рецензент таким нечестным образом говорит что шоша состоит вот именно из этих трех составляющих и ее цель это просто развить читателя я должна сказать что в какой-то степени переведя уже еврейскую версию из которой собственно говоря этот роман и вырос я могу сказать что ну он конечно же прав но несомненно особенно на идише особенно в еврейской версии Зингер по крайней мере предпринимает попытку затронуть определенные серьезные вопросы об этом мы тоже сейчас сейчас с вами и поговорим значит две версии таким образом две версии романа еврейская и английская на самом деле они не сильно отличаются друг от друга они отличаются меньше чем две версии романа враги они отличаются в первую очередь порядком эпизодов как это ни странно то есть Башевис словно разрезает свой роман на идише на отдельные куски и потом скраивает из этого вот отдельное полотно новое полотно английского романа но важно опять-таки в общем важно не количество а качество скорее и несомненно обе версии английская еврейская отличаются теми акцентами которые в них оказываются расставлены английский роман начинается с такой большой экспозиции это вся первая глава которая в еврейской версии полностью отсутствует в первой главе как вы тоже наверное помните нам представляют главного героя выходцы из хасидской семьи рассказывают сразу же вводят персонаж вводят персонаж Шошу с которой Аарон Грейдингер в детстве проводил достаточно много времени Шоша слыла на крахмальной такой дурочкой а Аарон любил ей рассказывать разные истории выдуманные в еврейской версии мы узнаем вот этот вот этот сюжет только примерно в середине романа когда герой уже через 20 лет ведет свою вот любовницу американскую еврейскую актрису Бетти Слоним ведет ее на крахмальную улицу и вспоминает о том что там должна жить Шоша и ищет ее собственно находит ее в совершенно неизменившемся состоянии эта глава в общем-то нужна как такое введение для чужих потому что свои то есть читатели на идише которые еще тогда в Нью-Йорке способны читать этот роман и становится конечно и Зингер это прекрасно понимает их становится все меньше и меньше они в общем еще сохраняют тот же самый опыт и еще сохраняют в памяти схожие картины своего детства поэтому своим грубо говоря такие вступления не нужны поэтому еврейская версия начинается сразу с главного а именно с главного для еврейской версии персонажа романа которым вовсе является не Шоша который вынесен соответственно в заглавие английской версии а этим персонажем оказывается главным персонажем оказывается философ доктор друг главного героя доктор морис файтлзон еврейская версия называется не шомэ экспедиции на идише что иногда переводят как странствие души и переводчик на английский язык потому что это сочетание оно встречается внутри английского романа просто ему уделено гораздо меньше внимания чем в еврейской версии так вот переводчик предпочитает переводить это как странствие души мне кажется если опять же если я уговорю редактора роман будет называться экспедиции души потому что на слове экспедиции идет достаточно много игры внутри романа в частности там они циля или в еврейской или в английской версии селья инчинер говорит о том что эти экспедиции подобны экспедиции на северный полюс исследовательским экспедициям и так далее и так далее то есть слово экспедиции в данном случае на самом деле оказывается важным ключевым так вот автором идеи этих экспедиций оказывается как раз доктор морис файтлзон именно он именно он и его экспедиции оказываются в центре внимания башевиса в еврейской версии если говорить в английской версии романа конечно же само имя шоша которое помещается в название нагружается тем самым особой значимостью оно заставляет искать в этом персонаже какую-то символику или по крайней мере каким-то образом каким-то образом пытаться объяснить почему роман назван именно так американские критики кстати высказывали мнение о том что вот это вот страсть арана грейдингера по отношению к шоше и такое решение жениться на ней в результате в романе оказывается немотивированным чем я честно согласна и в общем столь же на мой взгляд может быть немотивированным выглядит в английской версии помещение вот этого имени в название романа хотя ну сейчас мы тоже это обсудим шоше шоше невыросшая девушка убогая не отучившаяся в школе главная страсть главного героя это в общем конечно в некотором смысле такая абсолютно необоснованная тоска писателя по детству в общем то приводить какие-то объяснения как это выжилают английские критики вот этой вот тяги арана грейдингера к шоше может быть было бы даже и нелепо потому что в общем конечно же шоше это некоторая такая тоска по утраченному миру по миру штеттла по еврейской улице по крахмальной улице и большевис в общем прекрасно понимает что этот образ и связанная с ним такая ностальгия тоска должна тронуть внешнего читателя и он на мой взгляд в данном случае тоже в общем играет по правилам диаспорального текста то есть выносит вот этот вот персонаж в название имя этого персонажа в название и вынося таким образом в общем то в название тему тоски да вот этой ностальгии по утраченному по утраченной крахмальной улице образ шоши в романе я в общем отчасти это повторю он в романе не раскрывается в английской версии еще делается какая-то попытка оживить этого персонажа шоши оказывается немного более человечной и зингер башевис описывает сцену брачной ночи арана и шоши которой нет еврейской версии после после этого шоши начинает хотя бы говорить о том что она хочет ребенка и вот вокруг этого строится несколько диалогов в еврейской версии этот образ не раскрывается совсем после свадьбы собственно говоря главные герои переселяются жить к семье хинчинеров то есть к хаймлу и цили или как они в английской версии называются геймл геймлу и сели неудачный на мой взгляд перевод транскрипция имен и шоши проводят все свое время в их квартире на кухне вместе с кошкой то есть она оказывается таким совершенно нераскрытым в общем загадочным персонажем еврейской версии вообще склонен определенный на мой взгляд да иначе в общем ее достаточно трудно понять склонен свойственен достаточно такой символизм мистицизм несомненно в общем в этом образе шоши башевис может быть мы можем это предполагать да мы не знаем опять таки что он хотел сказать но наверное он имеет в виду по крайней мере когда это пишет он намекает в общем на такой образ скрытой праведницы неявленного праведника в этом мире в еврейской традиции не сомневаюсь что вам это хорошо известно есть представление о так называемых ламитвовниках о скрытых праведниках на которых держится мир так вот в тексте еврейском тексте есть определенные указания на то что Зингер имеет наверное в виду под этим загадочным персонажем шоши странным нераскрытым да с телесными увечьями там и так далее он имеет в виду вот этот образ праведницы ну например главный герой когда морис файтлзон спрашивает его а что это вот у тебя там за шоша что это за девушка на которой ты хочешь жениться Аарон говорит ему она праведница от рождения в английской версии этого нет целя в разговоре с Аароном говорит что хочет познакомиться с шошей и говорит если ты действительно любишь эту шошу то она должна стать одной из нас то есть влиться в нашу компанию правда говорит она иногда я подозреваю что шоши вовсе не существует это тоже фраза которая есть только в еврейском тексте в английском но этой фразы нет и которая в общем намекает на такую странную природу этого образа шоши ну в конце концов шоша умирает если вы помните в тот момент когда Аарону удается бежать из оккупированной Варшавы и она в общем как бы выводит главного героя спасает его из-за вот этой оккупированной нацистами Варшавы Зингер вообще конечно любил всякую мистику и мы вполне можем скажем думать что наверное под образом шоши он в общем имел в виду конечно же такой еврейский подсек надо сказать что образ шоши появлялся у Башевиса Зингера и до этого романа это не первый раз когда шоши появляется на странице его книг в частности он появляется в детской книжке которая в 1970 году удостоилась национальной книжной премии США эта книга называется День исполнения желаний рассказы о мальчике выросшем в Варшаве это автобиографическое произведение здесь появляется шоши который сейчас у вас сейчас будет просто дежавю хорошо помнит роман шоши который маленький Ичиле маленький Ицхак рассказывал что его дед был королем Белгорая что он знает имя бога и что если он его произнесет то мир рухнет это все есть и в романе шоши на самом деле все эти эпизоды здесь же он пишет что со временем шоши превратилась для меня в такой образ прошлого в этой книге по сюжету вот в этой детской книге автор заходит тоже находит дом на крахмале где жила когда-то шоши видит девочку которая оказывается очень похожей кажется им очень похожей на шошу но это не шоша это ее дочь которую зовут бася то есть или башиле в еврейском варианте то есть именно так как зовут уже в романе шоша зовут маму таким образом меняются местами ну и выясняется вот в рамках этой детской книжки выясняется что шоша рассказывала своей дочери об этом Ичиле и даже о его выдумках об этих историях то есть в этой книге автобиографической тоже книги шоша это такой настоящий человек уже без такой редукции символ которые есть в романе вполне себе раскрытый персонаж это говорит нам в частности и о том что в романе зингер в общем абсолютно сознательно а не по некоторой небрежности оставляет этот персонаж таким бесцветным и таким непроявленным да хотя вот у нас есть другие мы встречаем вполне живую вот эту вот шошу в этой детской книге так как я сказала название еврейской версии романа связано с другим персонажем с доктором Моррисом Файдлзоном эта фигура важная для романа на самом деле для обеих его версий и для английской и для еврейской но в большей степени конечно для еврейской дело в том что шоша как и в роман враги это роман о холокосте в данном случае перед нами пред предчувствие катастрофы перед нами Варшава перед катастрофой в романе точно точно так же как и кстати во врагах но может быть даже в большей степени затрагиваются некоторые теологические вопросы пост холокостные теологические вопросы в шоше мы видим и этому уделяется достаточно много места литературного места мы видим ожидания евреями грядущего холокоста и собственно говоря их реакцию на предстоящие события главный герой арон грейдингер как и сам башевис в юности соответственно подрабатывает газетными публикациями и пишет роман о лже-мессии который должен получить признание в будущем он получит признание главного героя окружают в основном светские интеллектуалы такие пассивные люди которые вот в некоторой безысходности решают не уезжать из восточной европы несмотря на очевидно надвигающуюся на них катастрофу надвигающуюся на них смерть в частности в романе в обеих тоже версиях есть яркая сцена проявления такого польского антисемитизма когда арон грейдингер идет в парикмахерскую на емке пур и цирюльник поднося ему горлу бритву рассказывает о евреях которые расползлись по всей стране и от них сплошные неприятности а хуже всех это те евреи которые ассимилировались и прикидываются поляками арон грейдингер слушает эту речь и не может вымолвить ничего потому что понимает что поляк тут же распознает его еврейский акцент и он способен только сказать ему так в еврейской версии естественно на идише хорошо видно что он говорит что он отвечает ему по-польски в английской версии этот колорит утрачивается он может ему только сказать так или не подтекст некоторый такой ироничный конечно же подтекст этого эпизода очевиден бриться в емке пуру запрещено и не следует но главная тема обозначена это тема некоторой пассивности евреев перед надвигающейся опасностью это общество обречено на гибель и вот это вот вот этот вот круг интеллектуалов варшавы круг который сложился вокруг арона грейдингера он в общем обречен на гибель вместе со всей своей ностальгией и мы сейчас увидим ностальгии о по старой еврейской традиции в частности по хасидизму сейчас мы тоже это увидим со всем своим увлечением оккультизмом а эти люди собираются тоже в английской версии этого нету в еврейской версии это подчеркнуто лучше а эти люди в общем увлекаются оккультизмом гипнозом самовнушением они собираются например в доме у хинчинеров чтобы чтобы устроить такие сеансы по вызову духов сидят за столом и стол должен подниматься в зависимости там от как он отвечает они задают духом разные вопросы и стол должен реагировать на вот эти вопросы значит таким образом вот это вот общество со всеми своими увлечениями декадентскими вполне себе оказывается обреченным на гибель и собственно говоря вот именно это общество демонстрирует нам Зингер в так называемых экспедициях души то есть в фокусе его внимания еврейская версия романа оказывается вот это вот интеллектуальная среда Варшавы в большей степени что такое экспедиции души почему роман называется так экспедиции души это выдумка важного персонажа которого начинается роман философа Морриса Файтлзона и это в общем такой психоанализм по еврейски психоанализ по еврейски Моррис Файтлзон когда там описывается такая же сцена значит герои в частности вот эта вот интеллектуальная элита собираются на даче которую снимают американский миллионер Сэм Дреймон который приехал в Варшаву чтобы поставить здесь пьесу в месте значит в которой будет играть его любовница это такой подарок его любовницы так вот он значит собирает вокруг себя вот эту интеллектуальную публику и когда все уже идут спать Моррис Файтлзон во главе и его друзья решают в частности главный герой наратор решают организовать вот эту экспедицию души так вот когда Файтлзон начинает рассказывать о том что такое экспедиция души он говорит что не нужно путать не нужно называть это словом психоанализ не нужно путать значит эти понятия ну в общем по сути это определенный психоаналитический сеанс такая словесная оргия декадентская за которой кстати возможно возможно это вполне можно себе представить стоят какие-то реальные интеллектуальные практики варшавской элиты еврейской варшавской элиты по крайней мере вот как я уже сказала общее увлечение оккультизмом и сеансы вызова духов Башевис с удовольствием описывает в еврейской версии этому уделено довольно много внимания так вот примерно в середине романа в еврейской версии этого романа следует один за другим монологии нескольких героев самого Файтлзона Хаймла или Геймла как называется в той версии которую вы читали и такого мистического персонажа гипнотизера Марка Эльбингера эти все монологи сгружены в одно место значит монологи нескольких героев которые представляют собой на самом деле практически поток сознания это такие очень мутные тексты я бы сказала которые обсуждают разные видимо интересовавшие то есть интересовавшие автора проблемы а именно роль евреев в общем историческом процессе отношение к богу к божеству стремление к наслаждениям гедонизм все это перемешивается в таком такой общий оказывается в таком общем плавильном котле вот этих вот монологов и вот этих вот экспедиции экспедиции души да как они подаются читателю за счет этих в этих монологах изображаются интеллигенты которые тоскуют по хасидскому прошлому файтлзон когда он объясняет суть экспедиции души он говорит что он понимает экспедиции души как такое обновление хасидизма он говорит если у тебя есть рэбэ это конечно хорошо да не совсем то вот например коцкий рэбэ удалился от мира на 20 лет и хасиды ездили к друг другу они проводили вместе тиш да вот хасидский тиш хасидское застолье обсуждали ситуации и искали выход из него другой герой монолог другого героя Хаимла Хенчинера в этом монологе он рассказывает о том как каждый раз он проходит мимо хасидской молельни сахачевской молельни сахачевской синагоги одной из хасидских молелин Варшавы и очень хочет зайти внутрь но он боится это сделать потому что помнит как там было хорошо и особенно он помнит как там было хорошо во второй день праздника и теперь он боится что так хорошо уже не будет и тогда это будет означать что изначальное его ощущение да изначальное его впечатление было ошибочным при этом Хаймл вообще честно говоря в его речи использует достаточно много разных цитат и талмудических изречений цитат по древнееврейски по арамейски и здесь как раз чтобы объяснить вот это вот явление это его логическое это его логическое умозаключение он использует талмудический термин мейкродэдино пирхо а это в общем определенный способ определенный способ определенный логический вывод силогизм согласно которому нужно делать общий вывод из более сильного запрета я не знаю насколько я хорошо это объяснила но тем не менее значит речи Хайма это в общем весьма понятно он имеет ввиду что если вдруг второе его впечатление окажется отрицательным то это аннулирует его первое положительное впечатление говорит он таким образом значит вот это сообщество интеллектуалов выражает такую ностальгию тоску по хасидизму и в частности по хасидскому веселью это такой в общем если хотите гедонизм по наслаждению по наслаждению жизнью это такой гедонизм ностальгический гедонизм если хотите который характерен для этого сообщества больше всего вот это эта тема тема обреченности этого круга этого ностальгирующего этих ностальгирующих интеллектуалов этой декадентской Варшавы больше всего тема обреченности разворачивается в эпилоге к роману она видна и в английской версии и в еврейской естественно просто в еврейской она выражена более сильно а именно Морис Файтлзон возвращается в Варшаву из Лондона где он проводил читал лекции по кабале и он и он говорит что несмотря на то что у него есть английские документы он может в любой момент в общем из Восточной Европы уехать он говорит что он вернулся чтобы умереть здесь буквально я процитирую потому что это в общем довольно такой сильный текст нет что-то процитирую что-то перескажу он говорит что вся Варшава это та самая Сахачевская синагога то есть Хасидская синагога о которой говорил Хаймл во время экспедиции души причем как еврейская Варшава так и Гойская Варшава он говорит здесь всегда второй день праздника то есть день когда дань божество уже отдана и остается только собственно говоря чистое наслаждение праздником он говорит может быть поэтому потому что здесь всегда вот это вот второй день праздника здесь это чистое наслаждение поэтому скоро здесь все будет разрушена катастрофа имеет в себе магнетическую силу то есть этот полумистический мир вот с хасидскими бдениями с загадками с радостью бытия со вторым днем праздника он гибнет и Башевис любит вообще много повторять одну и ту же мысль и выражать ее в разных скажем так разными способами тут же он он говорит о том что гипнотизер Марк Эльбингер потерпел фиаско в Англии на очередном своем сеансе потому что на него навесили разные аппараты которыми пытались измерить его вот эти вот способности к способности медиума и он провалился он не смог под этими аппаратами он не смог продемонстрировать свои способности гипнозу и свои сверхспособности свое общение со сверхсилами то есть это такое столкновение мира радости мечты мира мира в котором для которого актуален второй день праздника с прагматическим миром который на него наступает и здесь интересно также по-моему это если я правильно понимаю по-моему на этом заканчивается роман до эпилога на этом заканчивается последняя глава шоши в еврейской версии в английской версии этого нету файтл зон говоря о будущей войне говорит что это будет война между юмористами которые наслаждаются игрой то есть наслаждаются этой жизнью как игрой и серьезными людьми имея в виду естественно евреев и немцев он говорит конечно же проиграют юмористы человек тогда снова превратится в обезьяну он говорит мне надоело все мне надоело спеть спать пить есть женщины тоже мне мне наскучили больше не могу преподавать идиотам кабалу и подобно слону это уже цитата подобно слону я пришел умирать домой когда спрашивает его вы хотите погибнуть от гитлера файтл зон отвечает да мне надоело это чертова игра он говорит хазейрише шпил это винская игра то есть обмусоливается достаточно долго на мой взгляд весьма разно тема обреченности вот этого вот который есть внутри собственно еврейского мира тема обреченности тема невозможности продолжения праздника вторая большая тема в которой возвращаются герои вот в этих обсуждениях в своих нышом экспедициях экспедициях в экспедициях души и которая есть и в еврейской и в английской версии но опять таки в еврейской версии может быть она более акцентированной оказывается это тема тоже постхолокостная тема вера в бога вот в эту эру в эту эпоху зла здесь опять таки главным рупором который высказывает идеи в частности авторские идеи оказывается Морис Файтлзон тот же самый который говорит что евреи убедили всех их самих себя в существовании милосердного бога эта мысль появляется в романе тоже на фоне общих рассуждений по поводу самовнушения гипноза и так далее и так далее вот этих вот мистических практик и когда мы уже узнаем в эпилоге от Хаймла Хинчиннера о том что Файтлзон собственно говоря погибает в Восточной Европе он как слон пришел туда умирать да он что хотел то и сделал он погибает буквально там в начале оккупации Варшавы Хаймл рассказывает что Файтлзон вот в первые в первые дни оккупации он вдруг обрел прямо потрясающее красноречие как говорит это Хаймл Кинчиннер как он это выражает на идише он говорит что Файтлзон переживает гадлес демохин файтлзон это тоже в общем рамейский термин ламудический открытие ума которое способствует тому чтобы увидеть божественный замысел то есть в общем ему открывается божественный замысел с точки зрения по интерпретации этого Хаймла Хинчиннера и Файтлзон начинает говорить практически проповедовать и что же он говорит как говорит Хаймл да он никогда так прежде не говорил наследие предков пробудилось в нем он упрекает Бога в то же время его слова пылают религиозным пламенем он бичует Бога за его грехи с самого дня творения дальше я процитирую он утверждал что вся вселенная игра и он принимал эту игру пока она она не стала непонятной для него суть его речей состояла в том что с тех пор как Бог безмолвствует и мы ему мы ему ничего не должны истинная религиозность вовсе вовсе не в том чтобы служить Богу а в том чтобы досаждать ему делать ему назло я продолжаю цитату если он хочет чтобы были воины инквизиции распятие распятие на кресте Гитлер мы должны желать чтобы на земле был мир фасидизм благодать и в нашем понимании этого слова не гои гонят евреев в гетто говорил Морис они идут туда сами потому что устали от жизни от жизни где надо вести войну составлять воинов и героев на поле битвы то есть в какой-то степени здесь конечно большевиз использует в общем известную каббалистическую идею о том что человек должен дополнять работу Бога по миротворению но он интерпретирует эту эту идею в общем совсем другим образом он говорит о том Морис Файтлзон говорит о том что необходимо действовать Богу на зло в этом мире это моя попытка объяснить что такое экспедиция души и почему собственно говоря роман называется именно так и что Зингера интересует в еврейской версии да на что делается акцент и что Зингера интересует вот в данном случае хотя я повторяю ну на мой взгляд в общем идеи выражены весьма мутно некоторые американские критики которые надо сказать что в английской версии вот эти монологи они существенно редуцированы они есть конечно же но все эти философские изыскания они весьма существенно редуцированы но тем не менее некоторые американские критики все же жаловались критиковали Шошу критиковали роман за вот эти вот тяжелые философские дискуссии и за многочисленную развернутую аргументацию которая тянется там параграфов которая подтверждает одну и ту же мысль и опять таки я повторюсь что честно говоря да вот но следует также учесть что в еврейском тексте все таки эти размышления выглядят более провокационно в частности потому что они имеют под собой какую-то хотя бы формальную талмудическую базу опять таки это то же самое что мы видели в романе враги в прошлый раз когда говорили о том что критика божества основывается на очень важном аргументе а именно она основывается собственно говоря на тексте писания здесь мы видим похожий прием на самом деле эти философские размышления они с формальной точки зрения по крайней мере выражаются с помощью определенных талмудических категорий и за счет этого выглядят честно говоря интереснее чем в английской версии на мой взгляд ну и в целом они выглядят более провокационно да имеют некоторую опору естественно и в традиции в частности там цивилистические идеи играют делают идеи Зингера скажем более интересными в общекультурном тексте конечно эти рассуждения теряются Зингер Башевис видимо понимая что это будет именно так он существенно их сокращает в английской версии теперь мне хотелось бы несколько переключиться с опять таки с плана содержания на план выражения хотя может быть о содержании тоже немножко поговорим а именно мне бы хотелось немножко поговорить собственно говоря о языке то есть о идише на котором написан текст Шуши а также о внутренней рефлексии которая есть в романе о языке в общем-то во всех пожалуй что по крайней мере в очень большом количестве романов Зингера он нет-нет да и рефлексирует на тему языка во врагах и мы сейчас увидим потому что я буду говорить и о Шуши и о врагах мы увидим что во врагах эти рассуждения естественно вполне себе тоже есть и так значит в Шуши речь идет о судьбе идиша например филе хинчинер когда узнает что арон грейдингер собирается уезжать в америку говорит ему буквально следующее она говорит ему центр литературы на идише здесь в польше а не в америке они пишут на идише который попахивает английским не могу их читать как это говорит морис их языку не хватает витаминов так вот каким образом на самом деле зингер кстати изображает и мне кажется что во врагах как раз в общем он пытается изобразить вот этот вот язык которому не хватает витаминов сейчас мы тоже сейчас мы тоже это увидим и сначала я скажу немножко вводную что с такого более вводного вступления со вступления о том как меняются меняется отношение зингера к идише на протяжении его его жизни в америке буквально скажу об этом пару слов по приезде в америку зингер как-то очень быстро провозглашает что провозглашает свою веру в то что идише больше не играет важные роли в жизни американского еврейства он продолжает на этом языке писать но в общем не очень верит в возможность литературы на идише в новом свете затем он несколько меняет свое отношение к языку потому что он начинает уже экспериментировать с языком и начинает все-таки увлекаться стилистикой идише то есть он формальный эксперимент вы это знаете хорошо характерен для его прозы в частности например там вот в дневнике дьявола в том тексте который мы разбирали на первой лекции в Папа Зайдлус первой и во всех монологах чертей которые он пишет мы в общем видим очень хорошо вот этот вот стилистический эксперимент на который идет Башевец в Шоше и особенно когда мы смотрим на английский перевод собственно говоря романа мы видим некоторую третью стадию в которую приходит писатель а именно он в общем понимает что читатели его читатели уже практически не говорят на идише и количество его читателей количество читателей которые читают форвард существенно сокращаются но он понимает что читатели хотя утратили уже язык но в общем какое-то представление у них еще осталось и он понимает что наверное предсказывает что они будут наслаждаться ну по крайней мере такими отдельными вкраплениями языка стань повествование и мы видим что в английском тексте романа враги извините пожалуйста но как раз наоборот во врагах мы этого совсем не видим потому что во врагах как бы он еще не дошел до этой стадии до этой мысли а вот в Шоше мы видим уже абсолютно точно что в английском тексте появляются разные еврейские выражения напрямую заимствованные из идиша определенные такие слова маркеры Мазлтов Ди Голдена Медина то есть золотая золотая страна как название Америки Мешугенер сумасшедшие блинцы и так далее эти слова не переводятся они сохраняются как такой некоторый символический лексический фонд они сохраняются в английском тексте и американская диаспоральная литература вот в которую Башевис списывает свой роман она формирует еще и на вербальном образе на вербальном уровне извините образ еврейской культуры вот с помощью вот этих вот отдельных элементов которые встречаются в языке которые по всей видимости уже и Зингер это видимо констатирует входит в такой широкий около еврейский обиход Нью-Йорка это что касается английского перевода Шоше то есть там мы уже видим вот эти вот этот символический капитал символическое употребление идиша что касается да и и в английской версии мы видим мы видим интересно интересно особенность Шоше начинается с удивительного утверждения Башевис на самом деле с первой же фразы если вы помните первую фразу романа он хоронит идиш а именно он говорит с детства я знал три мертвых языка древнееврейский арамейский и идиш последний некоторые вообще не считают языком и воспитывался на культуре еврейского вавилона на талмуде это конечно некоторое кокетство но с другой стороны и какой способ представления себя опять таки вот в американской литературе он говорит я пишу на языке который мертв и о мире который мертв значит о мертвом мире на мертвом языке в еврейской версии естественно никто смерти деши не констатирует но мы наблюдаем и в еврейском тексте тоже его умирание и по крайней мере его такое выхолощивание языка на страницах романа мы это видим как как на уровне в плане в плане содержания так и в плане выражения сейчас посмотрим как это делается значит Башевиц очевидным образом заявляет о недостатке компетентной читательской публики в Америке когда его главный герой Шоша Арон Грейдингер пишет пьесу о людмирской деве то есть о женщине-рэбе носившей мужское платье и проводившей хасидские застолья и читавшей Тору и так далее он пишет этот текст но понимает достаточно быстро что ни актеры не смогут этот текст сыграть ни публика не будет способны его услышать и хотя бы попытаться понять буквально он говорит следующее я писал на архаичном идише полном аллюзии на Талмуд Медраши Кабалу и хасидские сочинения и рассчитанным на публику из ешеботников примерно на таком идише написаны написаны монологи черта который пишет Башевис извините Башевис Аарон Грейзингер говорит актеры даже не смогут верно выговорить слова к тому же еврейская публика в Варшаве привыкла болтать и щелкать семечки и орешки в театре она засекает только когда на сцене читают Кадиши или играют свадьбу заказчик пьесы Сэм Дрейман после репетиции оказывается совершенно обескураженным и говорит что он сидел и не понимал о чем говорят актеры я же я думал что вы напишите пьесу и он так и говорит это написано еврейскими буквами на плейн ядиш я оставила это естественно в русском переводе благо это не английский перевод я могу оставить англицизмы в русском тексте я хотел чтобы вы написали на плейн ядиш на простом на что Аарон ему отвечает дибуки не говорят на плейн ядиш в английском переводе это конечно выглядит совсем не так в английском переводе Сэм Дрейман думал что Аарон Грейдингер напишет пьесу на литературном языке в общем это совсем разные категории да плейн ядиш и литературный язык так вот Шевис через своего персонажа говорит нам о том что его филистические языски никому не нужны и совершенно непонятны с другой стороны он пародирует речь американских персонажей того же самого Сэма Дреймана которая испещрена англицизмами он с удовольствием показывает я может быть даже не буду приводить пример пример он с удовольствием показывает вот пример пример этого испещенного англицизмами итиша в романе враги мы тоже наблюдаем такое интересное обращение Башевиса с языком мы наблюдаем на самом деле противоположное явление мы наблюдаем не такое стилистическое изобилие которое мы видим в монологах черта и в частности видимо видели в пьесе Аарона Грейдингера а мы видим языковой минимализм с одной стороны конечно мы можем говорить о том что форма публикации еврейской версии романа а именно роман с продолжением обуславливает в общем некоторую стилистическую неаккуратность текста возможно да но все-таки когда мы открываем роман враги и в меньшей степени мы это видим когда читаем шошу кстати на идише в романе враги это выражено гораздо больше в романе враги прямо поражает однообразность вот используемых например грамматических конструкций в романе небрежность словоупотреблений монотонности такое однообразие речи язык внутреннего монолога героя представляет собой некий такой средний очень сирый вариант идиша который практически лишен с одной стороны ярких еврейских элементов то есть идиоматических выражений например а с другой стороны он лишен английских заимствований шоши я опять таки повторяю монологовая речь оказывается ярче на самом деле а тут прямо возникает такое ощущение что вот автор сознательно избегает хорошего стиля в авторской речи и во внутреннем аналоге героя язык монотоний но он даже вызывает там некоторое раздражение читателей я бы так сказала эта неаккуратность стиля в общем во врагах на мой взгляд выглядит весьма оправданной то есть это не это она обдуманная на мой взгляд неаккуратность она оправдана и она обдумана потому что она в общем работает на создание образа главного героя все-таки роман шоша повествует о еврейской варшаве о восточной европе то есть о том чтобы мы назвали на эдиши алтейм в то время как роман враги повествует о герое в америке героя как бы потерявшим не только свое прошлое и вырванным из своей культуры но и о герое потерявшим свой язык потерявшим вот эту вот красочность своего языка и этот герой он в общем не в состоянии обрести гармонию даже в собственном языке с другой стороны конечно же мы должны все-таки учитывать что Зингеру сложно писать об Америке и он кстати говорил об этом несколько раз о том что он предпочитает конечно же писать о том что он знает и умеет а об Америке ему писать сложно и он в общем отказывается помещать свои сюжеты и своих героев в пространство нового света так вот значит идиш теряет свою выразительность таким образом в романе враги в переводе да ну то что то что то что идиш даже во врагах он не теряет и в шоуше естественно мы тоже это видим мы видим что и мы этого не видим в английской версии переводим этого не замечаем в еврейской версии абсолютно явно башевис наделяет своих героев определенными речевыми характеристиками своих персонажей по речевым характеристикам герои романа враги делятся на персонажей старого мира и новых американских евреев и герои шоуше делятся на тоже там есть один на самом деле сэм дреймон американский еврей и они делятся на интеллектуалов в варшавы и евреев с крахмальной улице то есть язык дополнительно подчеркивает эту пропасть между старым и новым светом и между крахмальной и интеллектуалами интеллектуалами варшавы хотя сейчас вот я уже вспоминаю что мне кажется что в речи интеллектуалов тоже есть интеллектные особенности таким образом какие какого рода характеристики речевые характеристики получают персонажи в их речь в их речь Зингер вмешивает диалектные черты и естественно подчеркивает там устную еврейскую интонацию герои шоши сама шоша вся ее семья тайбала башила все жители крахмальной улице говорят естественно с польским диалектным с польским еврейским акцентом а именно ну самой такой характерной чертой пожалуй этого акцента является то как они произносят местоимение я вместо нормативного их они везде говорят ях и это будет написано на идише естественно именно так есть разные другие на самом деле грамматические грамматические характеристики которые Зингер иногда сохраняет то есть надо сказать что это конечно же он не он не пародирует диалект то есть он не пишет на диалекте он только его изображает ях это пожалуй самая яркая черта все остальные в общем несколько менее но тоже можно проследить некоторые несколько менее яркими то есть диалект как бы обозначается символически в данном случае речь американских персонажей таких как например во врагах Раби Лемперд или доктор который приходит к заболевшей Маше или вот упомянутый мной уже в Шоше Сэм Дреймон речь американских персонажей наполнена английскими словами и кальками естественно Зингер создает такой литературный вариант смешения кодов и карикатуру на так называемый картофель йидиш то есть картофельный йидиш так он назывался в Нью-Йорке того времени надо сказать что газета форвардс писала именно на таком вот картофель йидиш да и сам Зингер но только когда он писал под псевдонимами варшавского а тем более если он под псевдонимами сигала он писал на этом картофель йидиш естественно потому что он должен был быть понятным своей аудитории в частности известно что там Зингер вообще конечно же был пуристом но на этом настаивал главный редактор форвардса который если вы помните по первой лекции с которым у Зингера были не очень хорошие отношения в частности и на этой почве тоже то есть в обоих романах и в шоше и во врагах да и в других текстах на самом деле это тоже можно видеть в текстах где есть американские персонажи американские евреи Зингер создает вот такую карикатуру на этот картофельный йидиш наполненный английскими словами и выражениями я могу просто проиллюстрировать вам быстро как это выглядит например речь Сэма Дреймона когда он уже заболевает и пытается уговорить говорить Аарона Грейдингера последовать его плану а именно жениться на Бетти Слоним и уехать в Америку он ему говорит мне рассказывали что ты связался здесь с девушкой больной и недоразвитой у нас это называется retorted я все знаю у меня свои шпионы к тому же она бедна и как это говорят два мертвеца идут плясать здесь в Польше будет худо Гитлер главный босс придет сюда с нацистами пока они нападут на евреев пока они нападут на евреев и тогда начнется для тебя много трабл местные евреи местные еврейские пейперс никуда не годятся паблишерс здесь тоже нет театр похож на хлев чем ты будешь жить и так далее и так далее то есть речь Сема Дреймона в общем везде представлена вот именно таким образом перечисленные особенности как вот эти игры с картофел едешь так и игры с диалектом так и на мой взгляд сознательное обесцвечивание идиша идиша норатора в романе враги все вот эти стилистические особенности конечно же по понятным причинам исчезают из английской версии романа из английского перевода и из английского как Зингер любил говорить оригинала за счет этого на самом деле помимо того что теряется определенная красочность роман несколько теряет на смысле плановыражения да но теряется некоторая напряженность стилистическая но на самом деле более чем стилистическая напряженность существующая между американскими и восточноевропейскими персонажами между в целом между новым светом и старым светом теряется естественно авторская ирония и скажем авторская оценка персонажей то есть пропадает вот это вот достаточно мощное на самом деле выразительное средство которое есть в еврейской версии и которого в английской версии нет Зингер Башевис сознательно на мой взгляд в начале Шоши который я вам процитировала где он хоронит хидиш на мой взгляд он в общем сознательно несколько даже иронизирует по этому поводу объявляя официально объявляя о языковой смерти очень забавно кстати просто я тоже вспомнила что в еврейской версии врагов идиш продолжает быть языком еврейского бомонда в Нью-Йорке то есть когда главные герои Герман Бродер и Маша приходят на вечеринку пригласил Раби Лемперд на вечеринке говорят герман Герман слышит вокруг себя разные языки он слышит английский иврит русский и идиш в англейской версии он слышит вокруг себя только английский иврит и русский а идиш он уже вокруг не слышит Здесь, на мой взгляд, есть некоторая даже ирония Зингера, который, в общем, уничтожает следы идиша из англоязычных версий своих романов. Он благополучно хоронит этот язык. Я, может быть, остановлюсь на этом. В следующий раз мы поговорим о... Мы сделаем такой скачок во времени. До этого я старалась соблюдать хронологический порядок, но мне лично более симпатичны ранние тексты Зингера, поэтому я хотела бы закончить на анализе более ранних текстов Зингера, а именно я хотела бы подробнее в следующий раз поговорить о сатане в Гараре, это точно, и, возможно, насколько мы осилим, я не знаю, посмотрим о семье Мускат. Фамилия Мушкат. Вот, поэтому в следующий раз мы будем говорить о более ранних текстах, которые, на мой взгляд, были, мне кажется, не более интересны. Хорошо. Есть ли, может быть, у вас какие-то вопросы? Спасибо. 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 Продолжение следует...